Технострой Олимп. Доступное жилье каждому. Кстати, еще 10 лет назад мы и представить себе не могли, что на прилавках в широкой торговле появятся такие чудо-агрегаты. Да что там говорить о товарах, когда сами условия торговли были не стихийными, а просто дикими. Рубрика «Время перемен» продолжит выпуск. Вспомним, как продавали и покупали в начале нулевых, и сравним с современными торговыми центрами. Субтитры создавал DimaTorzok Для необходимым люди спешат на базар, толкучку, барахолку. Кляну, самое бойкое место – колхозный рынок. Правда, прилавки овощей со своего огорода давно прижаты вещевыми коробейниками. 25 тысяч квадратных метров, больше тысячи торговых мест. Китайским и турецким ширпотребом трясут интеллигенты. Вчерашние врачи, учителя, инженеры. Профессию сменили еще в конце 90-х. Я просто занимаюсь бизнесом для того, чтобы прокормить свою семью, скажем так. Почему? Потому что работая инженером, я не могу обеспечить себе нормальную жизнь. В начале 2000-х рынок пытаются перевести на рельсы цивилизованной торговли. На Клинске центральной зачастили проверки. Требования тогда еще милиции исключительно со ссылкой на закон. У предпринимателей спрашивают сертификаты на товар, ценники, медкнижки и кассовые аппараты. И претензии, в общем-то, понятны. Торговцы готовы раскошелиться на медкнижки и кассы, но взамен требуют человеческих условий труда. Почему мы не защищены ни от чего? Ни от дождя, ни от снега, ни от грязи. Два метка грязного асфальта стоит 150 рублей. Это нереально. Это не магазин, не теплые помещения. Это есть рынок, открытый рынок. Спросов много, как с магазина. Но нет условий. Во-первых, нет умывальников, нет обогревателей, нет вообще ничего. Ну как можно с нас спрашивать, что-то, как с магазина, кассовые аппараты, ну где? Вообще реально это? Нет, мне кажется, нет, нет ничего реального. Вопросы буквально виснут в воздухе. Руководство рынка не готово к перестройке. И примитивные торговые развалы остаются еще на несколько лет. Если от нас требуют кассовые аппараты, тогда мы от них требуем условий, чтобы рынок был крытый, чтобы было электричество. Потому что кассовый аппарат от батарейки, это в 15-ти даже градусный мороз, это не выход. Ну как бы он ничего не даст, он замерзнет. И все-таки новые требования вынуждают Клинской райпо менять имидж главного бойкого места. Перспектива перестроить Шанхай. Современные торговые комплексы устраивают всех. Реконструкция планируется масштабная. Сейчас ведутся подготовительные работы. Ломают самые старые павильоны, те, в которых уже давно никто не работает. Освобождается место для будущей стройки. Есть проект. Если мы его отстроим согласно этого проекта, то мы всех людей переведем в открытое помещение. В 2007-м все рынки включают единый госреестр. К торговым площадям Высоковски и Бородинки претензий нет. Городской центральной подтягивается. В махровых аутсайдерах привокзальный рынок. Пока четыре хозяина делили власть и прибыль, территория зарастала грязью и мусором. У всех сплошные нарушения. То есть там ничего нет. Ни документов на товар, ни договоров с продавцами, ни самих предпринимателей этих, которые мы стали спрашивать, где эти люди, сами владельцы этих контейнеров, которые там стоят. Это тоже, кстати, очень нецивилизованная торговля. Ну что, 21 век на дворе и, в принципе, торгуем непонятно как. На рынке работает несколько торговых точек по реализации пищевых продуктов, где режим более строгий. Там не соблюдаются режимы по мытью инвентаря, поскольку туда не заведена вода. Ну и кроме того, на территории рынка не проводятся дезинсекционные мероприятия. То есть никто не борется с тараканами, вшами, клопами и так далее. В 2013-м история с привокзальным завершилась. Его закрыли. А еще год спустя абсолютно все так называемые стихийные рынки города и района преобразовались в торговые центры. То, что мы торговали в таких негигиенических условиях, это, конечно, было плоховато. Вот. А сейчас здесь все комфортабельно, все красиво, все хорошо. Все гигиенично, чистенько. Мы очень довольны. Раньше идешь к палатке, думаешь, чтобы не упасть. Тут доски, тут яма, тут еще что-то. А здесь очень приятно. Пришел, все в одном месте. Правда, стихийным рынке тогда все еще напоминали павильончики нестационарной торговли. Но со временем всерьез велись и за них. Коммерсантов обязали оформить документы и привезти магазинчики в соответствии с городским архитектурным стилем. Несогласные с законом пошли под снос. Мы разъясняли и объясняли, что в случае, если он не будет самовольно осуществлять демонтаж, мы осуществим своими силами. С последующим, соответственно, обращением в суд и взысканием за оказанную работу денежной суммы. На месте устаревших палаток – современные павильоны, соответствующие стандартам и нормативам. Мелкие уличные развалы – еще один пережиток прошлого. Работают сезонно. Весной цветы, летом овощи, зимой пиротехника. Коммерсанты из 90-х будто играют в рулетку с законом. Чем заканчиваются такие игры, известно. В 2018-м расширили полномочия административного надзора. Из-за продавцов нелегалов взялись серьезно. Во-первых, они, получается, не платят налоги, опять же, в бюджет муниципалитета. Они торгуют незаконно. Качество продукции, которую они реализуют, мы тоже так же понять не можем. И продавцы, которые этим занимаются, мы тоже не можем знать, имеют ли они на это право осуществлять. Всем нелегалам выписывают уведомления и штрафы. Рейды Госадмотехнадзора, проверки Роспотребнадзора и работа муниципальной комиссии будут продолжаться, пока не потухнет последний очаг незаконной торговли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова